МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Последствия коммунальной аварии, которая случилась еще в минувшую пятницу, устранены. Лишь сегодня ночью в домах, которые попали под отключение, запустили тепло. По решению энергетиков, основные ремонтные работы проводили 17 декабря. К обеду этого дня и было отключено отопление в 56 многоквартирных жилых домах Барнаула, двух школах, пяти детских садах и в трех больницах. Энергетики устраняли повреждения тепловой сети на проспекте Калинина, 14 в Барнауле. Сварочные работы завершили накануне поздно вечером, а к половине четвертого ночи во всех домах, которые попали под отключение, вновь появилось тепло. Девочку, обварившую ногу из-за порыва теплосети в Краевой столице, через неделю ждет операция. Как и прогнозировали врачи, ребенку предстоит пересадка кожи. Каких-то опасений у нас не вызывает будущая операция. Это будут точечные раны, которые нужно будет закрывать небольшими участками кожи. Называется мозаичное поражение, оно более благоприятное. По словам врача, предстоит работать с тремя-четырьмя ранами на ноге девочки. Как предполагают медики, операция должна пройти без осложнений. Сейчас идет к ней подготовка. Александр Шпигоцкий надеется, что повторных операций ребенку не понадобится. Первая перевязка. Проблемой сохранения и использования алтайских ленточных боров займется специальная рабочая группа. В нее войдут эксперты в области лесного хозяйства, ученые, лесоводы, экологи. Так решили на специальном заседании в Краевом министерстве природных ресурсов. Подробнее в нашем сюжете. Совещание прошло за закрытыми дверями. Слишком жарким было обсуждение. Повод решения министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина перевести ленточные бары в особую категорию лесов. Что может повлечь повышение возраста рубки деревьев до 120 лет? Цель – сохранить спелый и перестойный лес. Но лесники опасаются. Это, напротив, навредит как самому лесу, так и лесной промышленности региона. Для простых жителей, не специалистов, без профессионального образования, жителям Алтайского края, то же самое – это картошку собирать в декабре. То есть, ну, поэтому как бы вызвало бурь эмоций. И плюс десятки тысяч жителей Алтайского края, которые живут рядом с этим ленточным бором, работают там. Они просто вынуждены будут искать другую работу. По мнению лесников, высаживать новые деревья и защищать лес от пожаров и черных лесорубов станет просто некому. В то же время арендаторы уверяют, звучащие в СМИ обвинения в том, что они массово и незаконно вырубают ленточные бары, безосновательны. Доказательства этого представили на совещании в Минприроды. Прозвучали конкретные цифры, которые констатируют и свидетельствуют о тех фактах, что никаких злоупотреблений, никаких хищеских уничтожений леса на сегодняшний момент нет. Все это бездоказательно, беспочвенно. И лесное хозяйство на самом деле и сегодня эти цифры подтверждает, остается одним из лучших в Российской Федерации. По итогам заседания было решено создать специальную комиссию, в которую войдут работники Минприроды, арендаторы, а также ученые, экологи и другие эксперты. Они оценят с научной точки зрения, насколько повышение возраста рубки обосновано. Результаты работы обещают представить к февралю следующего года. В то же время 17 тысяч работников лесной отрасли края уже направили открытое письмо в адрес министра Дмитрия Кобылкина с просьбой не торопиться с принятием новых правил без учета мнения всех сторон. Елена Кузовкина, Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. В одном из торговых центров Барнаула прошла особая предновогодняя акция. Ее участниками стали маленькие пациенты противотуберкулезного диспансера. Вкусные сюрпризы, внимание зимнего волшебника. Вот что стало главным подарком для малышей накануне Нового года. Для десятка детей провели занимательные конкурсы, а после вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой исполнили праздничные песни. Организатор акции – Российский детский фонд. Барнаульский Арбат преобразился в преддверии новогодних праздников. Улицу украсили десятки объемных светодиодных фигур и ледяных скульптур. Также на Молотобольск установили шестиметровую ель. Городские чиновники обещают, что в ближайшие дни Арбат станет одним из самых ярких мест в краевой столице. Было принято решение именно комплексно оформить в этом году впервые улицы. В прошлом году, если вы помните, был световой потолок установлен, то в этом году мы более комплексно подошли к оформлению. Всего на оформление Молотобольска затратили более 500 тысяч рублей. Снежный городок здесь проработает дольше, чем на площади Сахарова. На ней еще в десятках улиц в городе появятся скульптуры. Их изготовят лучшие мастера края, которые по традиции поборются за звание лучшего. Добавим, ледовый городок на главной площади будет готов к 23 декабря. А уже завтра завершат украшать парки, аэропорт и вокзал. И в завершении выпуска о погоде. Чем порадовать настоящего мужчину роскошной рыболовной снастью? Праздничным сувениром или подарочным сертификатом? Решать только вам. Настоящие подарки для таких разных, но всегда настоящих мужчин в сети магазинов. Трофей. Многие мужчины мечтают о трофее. Трофей знает толк в подарках. В край переменная облачность, местами снег в Барнауле минус 13 и без осадков. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. До встречи.